Девушки отдыхают. Сегодня в программе. Аркаш, если ты задумал разводиться именно из-за меня, то лучше подумай, может, тебе стоит сохранить семью. Подумай, подумай, дураку. Вот уже 7 лет Аркадий Борисов живет на две семьи. Одна официальная в Москве, другая неофициальная в Санкт-Петербурге. До последнего времени мужчина устраивало такое положение вещей. Однако недавно он подал на развод. Что же заставило мужчину нарушить привычный образ жизни? И с кем теперь он хочет связать свою судьбу? Но я не позволю никому меня унижать и бить. Да ты стал другим человеком. Я не люблю. Ты простил. Я не прощу. Раз поднял руку на женщину, ты повторишь это снова. А я не собираюсь ждать следующего раза. Марина вышла замуж за известного футболиста Романа Петрова и 5 лет была ему любящей женой и верной подругой. Но 3 месяца назад муж в драке получил серьезные травмы, после чего характер спортсмена кардинально изменился. Всю свою злобу на мир молодой инвалид вымещает на своей жене. Женщина увидела свое спасение в разводе. Судебное заседание открыто. Подлежит рассмотрению гражданское дело по иску Борисова Аркадия Львовича. Это вы. Так точно. Борисова Инния Николаевна. Это вы. О расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. Истец, скажите, пожалуйста, почему вы желаете расторгнуть брак с вашей женой и какое имущество вы хотите разделить? Ваша честь, справедливый суд, буду честен. Я прошу вас развести меня с женой, поскольку не вижу больше в нашем браке никакого смысла. Я женат на Инне уже 10 лет. У нас есть 8-летний сын Володя, которого я, разумеется, никогда не брошу и буду содержать до совершеннолетия. Но жить вместе только ради сына тоже неправильно. Володя уже не такой маленький и сможет понять, что папа и мама по-прежнему любят его. Но не любят друг друга. Да, я нашел в себе силы честно и откровенно посмотреть правде в глаза и признать, что никаких чувств, кроме взаимного раздражения, мы с Инной друг у друга не вызываем. Любовь и страсть давно прошли. Взаимных интересов и увлечений у нас нет. Нам с Инной вместе скучно. Да что там греха таить? Нам и поговорить-то друг с другом особо не о чем. Жить просто по привычке я не хочу и не могу. Жизнь у меня всего одна. И я не могу ей жертвовать ради глупых условностей. Правильно я понимаю, что вы хотите расторгнуть брак, потому что больше не любите супругу, страсть прошла. Да, это основная причина, но есть еще кое-что. Вышло так, что в городе Санкт-Петербурге, куда я часто езжу на закупки по своему бизнесу, продажи компьютерного оборудования, я встретил девушку своей мечты, с которой у нас прекрасные романтические отношения и идеальное взаимопонимание. Я хочу связать с этой девушкой свою судьбу и прожить с ней вместе всю оставшуюся жизнь. Ничего себе. Может это звучит слишком пафосно, но это действительно так. Прежде чем расстаться с Инной и подать на развод, я долго думал, что правильнее. Жить по привычке с нелюбимой женой ради непонятно каких-то там условностей или отдаться чувствам и прожить жизнь с любимой женщиной. Серьезно проанализировав ситуацию, я понял, что из жизни по привычке, но без любви ничего хорошего не получится. Аркадий Львович, скажите, пожалуйста, какое имущество было нажито Вами в период брака, и как Вы хотите его разделить? Ваша честь, мы с Инной действительно обзавелись кое-каким имуществом за годы брака. Я хотел бы разделить имущество, являющееся нашей совместной собственностью. Нам принадлежит две трети двухкомнатной квартиры в ближайшем Подмосковье стоимостью 3,5 миллиона рублей. Автомобиль, приобретенный за порядка миллиона рублей, но последний акт оценки с учетом износа определил стоимость автомашины в 700 тысяч рублей. Еще у нас есть дачный участок стоимостью порядка 3 миллионов рублей. К тому же, прошу заметить, у жены в собственности есть прекрасная двухкомнатная квартира в Воронеже. Без крыши над головой она не останется. Квартиру мою в Воронеже не трогай. А у Вас есть документы, подтверждающие наличие имущества? Судебный пристав, передайте, пожалуйста, документы. Инна Николаевна, скажите, пожалуйста, а Вы согласны с иском о расторжении брака? Я категорически против. И в данном случае вообще речи не идет ни о любви, ни о привычке. И я не испытываю к Аркадии тоже никаких уже трепетных чувств. И за столько лет брака я уже не его не ревну и считаю, что это уже... А почему тогда Вы возражаете против расторжения брака? Я считаю, что наш развод нецелесообразен. Почему? У нас с Аркадием 8-летний сын. И если Аркадию плевать, где я буду жить после развода, то я считаю, что он должен нас обеспечить жильем с нашим ребенком. Он хочет мне дать жалкие 2 миллиона 80 тысяч. Я тебе подарю калькулятор, дорогая. 7 миллионов поделить пополам. Эти деньги, которые ты хочешь мне нажить и нашим совместным имуществом, это копейки. За эти деньги невозможно купить нормального жилья. Это я правильно понимаю, что вы имеете в виду вовремя суммы, которые предлагает истец? Да, он жалкий 2 миллиона. Это не комнату купить. Это 200 тысяч долларов. Если даже комнату купить, жить с какими-то непонятными соседями, ты в своем уме, о чем ты ведешь речь? Я не на умею на этого делать. И, как вы правильно заметили, у меня есть квартира в Воронеже, и она абсолютно не имеет никакого отношения к делу. Я считаю, что... Я не согласна абсолютно с решением мужа о разделе имущества. Я считаю, что мне принадлежит большая часть доли. Я убедительно прошу вас. У нас есть совместная доля в квартире. Две трети принадлежат мужу, одна третья принадлежит свекрови. Мы квартиру покупали вместе. Потом наследство от отца я получила комнату в Москве. И мы договорились, что я подарю эту комнату свекрови, а она мне отдаст свою долю в квартире. Дело в том, что мы хотели тогда побыстрее разъехаться, и это все было устно. Вот он договор дарения. И на самом деле... На комнату свекровь переехала, комнату получила, но до сих пор долю в квартире мне не отдала. И это, я считаю, абсолютно несправедливо и нечестно по отношению. А как вы считаете справедливо разделить имущество? Знаете, здесь надо хорошенько подумать. И я бы вас попросила не разводить нас сейчас. А дать нам с Аркадием время подумать и принять правильное решение. Дело в том, что Аркадия как жареный петух клюнул, непонятно, в одно место. Хочу развестись и все. Я даже повестку только буквально на днях получила, и не было ни возможности ни обсудить, ничего подумать. Походу, Аркаш, у тебя кризис среднего возраста, если ты совершаешь такие безумные поступки. И пока он не примет решение, не поступит нормально по-мужски, чтобы нам с Володенькой досталось нормальное жилье в Москве или в ближайшем Подмосковье, и с ежемесячной выплатой для ребенка, нормальное содержание ребенка. И пока этого нету, я считаю, что... На эту сумму, которую тебе определяют, можно содержать троих детей без всякой проблемы, не только в ближайшем Подмосковье, но даже в приличном, более-менее приличном районе в Москве, не предоставишь нам жилье, никакого развода не будет. Это не забезобранно. Ответчица, скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что вы отказываетесь разводиться до тех пор, пока истец вам не предоставит какое-либо жилье? Да, нормальное условие и выплату ежемесячной ребенка. Поэтому я в первую очередь, конечно, преследую интересы ребенка. Аркадий Львович, скажите, ваша жена действительно дарила вашей матери... Что касается квартиры, якобы подаренной, Инной моей маме, то это был не подарок, а купля-продажи. На самом деле мама передала Инне деньги, но оформили они договор дарения, чтобы сэкономить на налогах. Не надо брать. Я вас убедительно прошу, не затягивать развод, не давать нам время подумать и развести нас с супругой сегодня же. Скажите, пожалуйста, какую сумму мама передала вашей жене за комнату? Да, ты даже сумму не знаешь, потому что я матери подарила эту комнату за то, что она должна была отдать часть квартиры. Теперь легко говорить о том, что было оформлено семейным порядком. Ты даже сумму не знаешь, потому что ее не озвучилась. Она переехала и все, мы начали жить вместе. Сумма была достойной порядка миллиона рублей. Ой, ну ты сейчас напридумываешь, напридумываешь. Ваша честь, я прошу вас вызвать своего свидетеля, которое засвидетельствует, что наш брак с сыном более невозможен. Интересно. Какой свидетель? Ступникова Екатерина Валерьевна. Ступникова Екатерина Валерьевна, это кто? Она приходится мне, моей супругой вне брака. Интересно. А ты же подруженька, да? Любовница, правильно я понимаю? Нет, это человек, с которым у нас есть общий ребенок. Хорошо, судебный пристав. Пригласите, пожалуйста, Ступникову Екатерину Валерьевну. Вот она как, да? Любовь прошла. Свидетель Ступникова? Да. Прошу вас. Ваша честь, я убедительно вас прошу, не затягивать процесс. Возврат к семейным отношениям такого типа для меня категорически невозможен. Красотка. Ступникова Екатерина Валерьевна, правильно? Да. Скажите, пожалуйста, в каких отношениях вы состоите с сысцом? Знакома ли вам ответчица? Отвечица мне знакома. Истец. Можно по порядку, да? Конечно. Ваша честь, дело в том, что я считаю, что брак Аркадия и Инны невозможен, так как фактически они не являются семьей. Потому что Аркадий живет со мной в Питере, и вот уже более семи лет мы живем в гражданском браке. У нас есть сын, Алеша, ему шесть лет. Ах, еще и сын! Аркадий не является официальным отцом, но это всего лишь формальность. Вот у меня есть свидетельство о рождении нашего сына. И дело в том, что так как Инна является мне близкой подругой и родным человеком с детства, поэтому мы с Аркадием не хотели делать Инне больно. Вот тварь, а! А я-то думаю, кому он там мотается в Питере? А что значит, он проживает с вами в гражданском браке? Он постоянно с вами проживает. Он только что сказал, что он живет с ответчицей. Это ваша подруга. Я понимаю ваш вопрос, ваша честь. Дело в том, что мы полюбились с Аркадием друг друга семь лет назад. А так как Аркадий у нас очень ответственный мужчина, и тогда у Инны был ребенок, мы не решили, что Аркадий не будет разводиться. И тогда Аркадий предложил переехать нам в Питер. Нам это мне и моей дочери первой. Это вы вместе с Аркадием решили, правильно? Да. И все эти годы скрывали от подруги правду? Да, скрывали, потому что мы не хотели ей делать больно. Хорошие у вас отношения дружеские. А когда мы переехали в Питер уже, тогда у нас родился общий сын Алеша. Ему сейчас 6 лет. Мы жили как настоящая крепкая семья. И если ваша честь, учитывать то, сколько дней Аркадий проводил в Москве и в Питере, то сразу станет ясно, кому чья семья была дороже. Дело в том, что сына он 100 дней не проводил вместе. Он жил в основном в Питере. Там ваша честь нет настоящей семьи. Там остались ругань, ссоры, и нет никакого взаимопонимания. Там нет никаких отношений. Благодаря тебе, дорогая. У нас семья-то распалась. Аркаша, что ж ничего не скажешь-то? Что сказать, когда любимая женщина рядом и отношения крепкие. Ирина Николаевна, скажите, пожалуйста, вот у вашей подруги и у вашего любовника имеется сын 8 лет, а вашему сыну сколько? 6. Моему 6. То есть получается, одновременно вы продолжали дружить со своей подругой и завели семью с ее мужем. Такой же вопрос у меня к истцу. Скажите, пожалуйста, вы вели двойную жизнь, и ваша супруга об этом не знала? Да, это новость. Дело в том, ваше честь, что когда начались серьезные отношения у меня с Катей, моей второй супругой, мне пришлось сделать выбор. Уйти из первой семьи и бросить малолетнего сына или же попробовать найти компромисс и снять квартиру в Санкт-Петербурге для того, чтобы мы могли видеться друг с другом, поскольку я часто мотался туда по бизнесу. а вот вы уезжали в Санкт-Петербург, а что вы жене говорили? Я поехал в командировку, и как часто вы туда ездили, на какой срок? Я постоянно мотался в Питер по бизнесу, и это было моим основным занятием, моей основной работой. А жена вам верила? Дело в том, ваше честь, что мы не хотели делать больно, и я, в принципе, жертвовала всем для этого. И когда Аркадий хотел уйти от семьи, я его попросила остаться. Это мое решение. Я, Катя, действительно жертвовала всем ради твоего спокойствия. Даже когда я рожала, Катя, когда я рожала, ты помнишь, ты позвонила и вызвала Аркадия в Москву? Так вот я его отпустила. И когда он должен был быть рядом со мной... Я здесь при чем? И когда он должен был быть рядом со мной, ты понимаешь, он был рядом с тобой, а у меня, извини меня, отошли воды прямо на улице. А я здесь при чем-то умерла. Я не дошла до роддома. Ты понимаешь, нет? Я все равно, несмотря на это, отпустила его. Я жертвовала всем, а ты что-то сделала, а? Я его законная жена, ты никто и зовут тебя никак. Ты законная жена, ты законная жена. Ваша честь. Инна Николаевна, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что все, что сейчас прозвучало для вас внеожиданности? Я вообще просто в невероятном шоке от своего супруга, от лучшей подруги, с которой я столько лет, мы вместе дружим. Мы за эти все годы, я с ней делилась, все, что у меня происходило в семье, за невнимание мужа. Делилась? Да. А что не делилась? А наши разговоры. Инна Николаевна, скажите, а как вы общались все эти годы? Вы созванивались? Мы постоянно с сыном созванивались по телефону, по скайпу. Я рассказывала не о нем мужа, потому что он постоянно в командировках. Она даже к нам приезжала, ваша честь, в гости, оставалась с нами, ночевалась с нами. Это ж надо быть какой-то циничной тварью, чтобы дальше продолжать дружить и смотреть мне в глаза. Ваша честь, дело в том, что на протяжении семи лет с сыной мы общались как близкие подруги, она мне все рассказывала. Близкие подруги, да. Да, давай уж сейчас правде в глаза смотреть, моя дорогая. Ну скажи мне. Только она вышла замуж за Аркадия, вдруг он ее перестал удовлетворять в сексе. А ты свечку что ли держала? А ты откуда знаешь? Это двои слова были. Она заводит рамки. И родила она ребенка еще неизвестно от кого, потому что на тот данный момент у нее был Витя, после Витя у нее был Кирилл, друг моего двоюродного брата. Я ключи от квартиры вам давала для вашего дорогого секса. А потом интернет, через интернет мужчины. Ни фига себе, я узнаю новости. Катя, а что ты мне раньше об этом ничего не рассказывала? Ты меня извини, но я не хотела подводить Инну. Подводить? Да, я не хотела тебя подводить. Не ерунды, что ты сейчас говоришь? Да я все эти годы, так или иначе, как дурак, чувствовал свою вину, что живу на две семьи. А оказывается, Инна вела себя еще хуже меня. Причем стала мне изменять еще раньше, чем я ей. Ваша честь, всплывшие здесь новые обстоятельства только укрепили меня в моем желании получить развод. Чем быстрее, чем лучше. А сейчас ваша душа спокойна? Не зря вы жили на две семьи, когда узнали, что у вашей жены тоже были какие-то связи на стороне. Ну, это потому что я его... Я жил для того, чтобы иметь возможность поддерживать свои семьи. Я жил ради того, чтобы иметь способность расти детей. Я их обеспечивал, Ваша честь. Я ездил, и все мои средства уходили в мои семьи. Я не имел... Вот куда день? Вот он кризис-то, а, в твоем бизнесе. Уходили непонятно на какую-то посадку. Это мой сын. Я тратил деньги на своего сына, на одного и второго. А что ты тратила? Посадкуха-то это ты, дорогая моя. Я даже за счет сделала только для мужиков. Прошу прощения, Ваша честь. Ваша честь, дело в том, что Аркадий собирается разводиться сам, но и не за Катей. Для тебя это сейчас будет новость, Катюша. Да? Да. Курица помнила. У меня есть свидетель, который может это подтвердить. Дело в том, что, прочитав некоторые смски в телефоне мужа, я выяснила, что у него сейчас есть девушка, любимая девушка. Да, Катюша. И это абсолютно не ты, с которой он собирается, и за которой, кстати, он собирается разрушить нас в раке и развестись. Да. Да. И ты будешь приятно удивлена. И дорогой Аркадий, она не собирается с тобой дальше связывать жизнь. Можно пригласить мою свидетельницу? Это Ступникова Елена Борисовна. В моем телефоне, а? Судебный пристав пригласить, пожалуйста, свидетельство Ступникова Елена Борисовна. Да, ты будешь сейчас очень удивлена. Мы сейчас пригласили. Да, да. Мою дочь сейчас пригласили. Свидетельница Ступникова. Прошу вас. Стойте, стойте, стойте. Так, Лена, ты же должна быть в Питере, я не поняла, что ты здесь делаешь? Для чего ты вообще сюда приехала? Лена! Мам, я сейчас все объясню. Так, Ступникова Елена Борисовна. Да, да. Правильно? Вы являетесь дочерью свидетельницей. Да. Скажите, пожалуйста, а вам знаком истец-ответчик? Да, и мне знаком Аркаша. Я могу рассказать. Как ты сказала Аркаша? Мам, я сейчас все тебе объясню. Да, Катюша, попробуй объясни, да. Ваша честь, дело в том, что на протяжении последних семи месяцев у нас с Аркадием есть интимные отношения, мы любовники. Дело в том, что когда мне исполнилось 19, Аркаша снял мне квартиру, и мы переехали от мамы. Маме я сказала, что у меня появился молодой человек, но кто не уточняла? Да мама сама не спрашивала у меня, отпустила. В Питере надо не спрашивать. А вы знали, что у мамы отношения с истцом? Конечно, знала. Это же он предложил нам переехать в Питер. И вы скрывали от мамы, что живете с Аркадием? Да, ну что нам делать? Семья небогатая, а Аркаша очень помогал мне финансово, был очень заботливый. Опять вот куда деньги там ходили. Свозил меня в Египет. И даже обещал купить машину. Но недавно... Мам, тебе это будет очень интересно. Да что ты говоришь? Да, мне вообще все очень интересно. Недавно Аркаша сделал мне предложение. Я очень удивилась, но взяла время подумать, потому что никогда не испытывала к нему серьезных чувств. И сейчас готова сказать прямо. Аркаша, ты уж прости, но у нас ничего не получится. И я думаю, что... Что ты там ей про меня наговорила? Тварь! Гадина! Да я уже кольца купил! Правду, только право, рабо. И ничего кроме правды. Я не знаю, что там она тебе про меня наговорила, но нам надо поговорить наедине. Я тебе все объясню. Я все равно... И добью сыну! Я тебе лучше год отдала! Аркаша! Я тебя ждала, дорогой мой! Она же еще была... Я вас все воспитал, Я не знаю, что ты понял, нет? Успокойтесь. Продолжайте, свидетель. Ты мне все-таки дочь. Ваша честь. Я тебе покажу Аркашу. Аркаш, дело в том, что у меня появился молодой человек, и у нас с ним начинается роман. И я считаю, что новые отношения надо начать честно. Аркаш, если ты задумал разводиться именно из-за меня, то лучше подумай, может, тебе стоит сохранить семью. Да, подумай, подумай, дуракон. А из-за мамы? Всем понятно, что этот брак не принесет никому ничего хорошего. Откуда тебе знать, а, малолетка? Ну, теперь понятно твои помыслы. Хотела нас просто развести и себе его заграбаться. Можешь теперь поделиться. Аркадий Львович, скажите, пожалуйста, когда же вы успевали иметь отношения и с женой, и с любовницей, и с ее дочерью? Ваша честь, 11 лет – это долгий, долгий срок. И за эти годы люди сильно меняются. Я на самом деле хотел жить на одну семью, но так случилось, что все они все равно приходят ко мне со своими проблемами, со своими просьбами. Я, по сути, всех воспитал. Что-то нужно куда-то поехать, Аркаша, пожалуйста, обеспечь. Что-то нужно сделать. Аркаша, пожалуйста, достань. Аркаша, Аркаша, Аркаша. Это все, что я слышу. Ну, а с Леной так получилось, что она сама положила на меня глаз, и я не мог ей отказать, поскольку молодо-зелено. То есть женщины виноваты. Они вас спровоцировали на это. Я честно отдавал свой долг. А свидетельница-то от вас отказывается. Я честно отдавал свой долг на обе семьи. Вот свидетельница отказывается за вас. Замуж выходить. И что же вы теперь делать будете? Ваша честь, нам надо все обсудить наедине с Ленусей. Ленусей, я тебя очень сильно люблю. Я все равно не отступлю и добьюсь своего. Мы будем вместе, и ты станешь моей женой. А все твои юношеские увлечения, все это пройдет. Только через мой труп она станет твоей женой. Ясно? Позвольте ей самой решать. Она совершеннолетняя. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Но я не позволю никому меня унижать и бить. Да, простите меня. Да ты стал другим человеком. Я не люблю. Ты простил. Я не прощу. Раз поднял руку на женщину, ты повторишь это снова. А я не собираюсь ждать следующего раза. Марина вышла замуж за известного футболиста Романа Петрова и пять лет была ему любящей женой и верной подругой. Но три месяца назад муж в драке получил серьезные травмы, после чего характер спортсмена кардинально изменился. Всю свою злобу на мир молодой инвалид вымещает на своей жене. Женщина увидела свое спасение в разводе. Прошу садиться. Оглашается решение суда. Исковые требования о расторжении брака удовлетворить. Расторгнуть брак между супругами. Иск о разделе супружеского имущества удовлетворить частично. Признать за иском и ответчице право собственности на одну третью долю квартиры, на одну вторую долю жилого дома, на одну вторую долю земельного участка и на одну второй долю автомашина за каждым. Суд расторгает брак, поскольку дальнейшая совместная жизнь между супругами невозможна, согласно статье 22 Семейного кодекса Российской Федерации. Суд признает за иском и ответчицей право собственности на одну третью долю квартиры, на одну вторую долю жилого дома, на одну вторую долю земельного участка и на одну вторую долю машину за каждым, потому что две третьи доли квартиры и дом, и земельный участок, и автомашины были приобретены в период брака. на супружеские средства и являются совместной собственностью супругов, согласно статье 34 Семейного кодекса. Доли истца и ответчика признаются равными, потому что у супругов нет брачного договора, который допускал бы отступление от равенства долей, согласно статье 39 частью 1 Семейного кодекса. Суд разъясняет, что спорная квартира является единственным основным местом жительства как для истца, так и для ответчика, а также их ребенком. Суд разъясняет, что если у супругов возникнут разногласия по поводу пользования автомашины, которая теперь по долям разделена между супругами, тогда они в судебном порядке будут устанавливать порядок пользования. Ясно решение суда? Судебное заседание закрыто. Спасибо. Прошу садиться. Судебное заседание открыто. Подлежит рассмотрению гражданское дело по иску Петровой Марины Николаевне, это вы. Да. К Петрову Роману Яковлевичу, это вы. О расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества, а именно трехкомнатные квартиры стоимостью 18 миллионов рублей, дачу в Загорянке с двухэтажным кирпичным домом и земельным участком 9 соток, общей стоимостью 32 миллиона рублей. А также истица просит выделить долю мужа в бизнесе по пошиву и продаже спортивной формы. Брак зарегистрирован 5 лет назад. Истица, поясните, пожалуйста, почему вы решили расторгнуть брак с мужем и разделить имущество? Да, Ваша честь, я сейчас объясню. Вы понимаете, я считаю, что наша совместная жизнь дальше невозможна, потому что это стал совсем другой человек. Ну уж прям таки другой. Подожди, сейчас я все расскажу. Что же произошло? Три месяца назад мужа избили, он получил черепно-мозговую травму. И после этого попал в больницу. Два месяца он провел в больнице, три дня был в коме. В итоге что? У него парализована рука, выбита коленная чашечка, частичная потеря памяти. И это стал совсем другой человек. Помимо того, что он пристрастился к алкоголю, он стал неряшлив, от него элементарно плохо пахнет. И представлять, он посмел поднять на меня руку, он ударил меня в лицо. Я не хочу жить с таким человеком, нет, я не минутой не хочу жить и строить совместную жизнь. Ну зачем ты, ну зачем ты наговариваешься? Перестань, ты лучше расскажи суду, как ты ударил меня. Да, мне, конечно же, жаль его, чисто по-человечески. Но мне жалко и себя, я молодая. А что, вдруг он парализует его окончательно? Или он станет инвалидом? Он парализует меня, ты не знаешь, что на поправку все идет. Подожди, и что, что я оставшиеся свои молодые годы должна буду жить с инвалидом? Он перестал играть, соответственно, крест теперь на его карьере футбольной, хотя он играл. Разделать прекрасную карьеру тренером, я же тебе объяснял. Да кому ты нужен, у тебя с головой не в порядке тренером. Марина Николаевна, скажите, пожалуйста, а у вас есть документы, подтверждающие наличие собственности, которые вы просите разделить? Конечно, конечно, у меня все документы с собой. И я считаю, что раздел должен быть справедливым. Судебный пресс, передайте, пожалуйста, документы. По всем, и заметьте, заметьте, что все, подожди, все имущество было заинтересовано во время брака. Роман Яковлевич, скажите, пожалуйста, а вы согласны на расторжение брака на раздел имущества? Я на развод не согласен. Почему? Я люблю и думаю, она меня тоже любит. Единственное только, я думаю, что нам нужно время. Дайте нам время на примирение, я объясню, что Марина ошибается. Вот, и она свое мнение и решение изменит. Да не изменю я никакого решения. Марина Николаевна пояснила, что вы подняли на нее руку. Ну, дело все в том, что мы долгое время хотели завести детей. И как-то у нас все не лазилось. При чем тут дети? Ты расскажи, как ты лечет голову в этот балл? Подождите, мы выслушаем ответчика. Понимаете, ну, я был не готов. Потом она все-таки настояла, решили завести, не получалось. Четыре года ждали. В итоге сдали анализы, прошли обследование. Выяснилось, что проблема была все-таки в ней. Это еще не точно. В своих клиниках проплачено. Решились на эко. Ты сам проблема. И вы не поверите, чудо, сразу оплодотворились две яйцеклетки. То есть будет двойная. Я был просто в восторге, эйфории, от счастья. И тут этот инцидент в парке со мной, да, меня покалечили. Попал я в больницу, значит. Вот. Я это и держался за счет того, что у меня будут дети. Я уже представлял их себе. Я уже думал, что как буду нянчиться, как дочку на выпускной поведу, как сына буду футбол учить. Вот. И выхожу я с больницы. И что вы думаете? Живота нет. На мой вопрос, в чем дело? Выкидыш был. Был выкидыш. Да. Выкидыш был. Ну, хорошо, выкидыш. Ладно, я понимаю, стресс, все может быть. Я сказал, попробуем еще. Буркнуло что-то, закрылось. Ну, не проблема. Но у нас были перебои с деньгами. Я решил обратиться в клинику. Ну, главврач, тем более, он болеет за нашу команду. Он знает меня лично. Думаю, может, вернет часть средств. Все-таки обещали результат стопроцентный, гарантированный. Но его не было. И что вы думаете? Там-то мне правда про тебя вся и открылась. Аборт она сделала, Ваша честь. Аборт. А где там? В клинике. У меня есть и свидетельства врачей, и документы о том, что она в этой же самой клинике сделала добровольный аборт. Ну да, аборт сделала. Какое право ты имела принимать такое решение? Сама, одна, не посоветовалась. Я была одна. Это все-таки и мои были дети, понимаешь? Ты лежал. Ты лежал весь забинтованный в крови. Что мне было делать? А если бы ты умер? Я обещаю, Марина, тебе все наладится. Все будет, как и прежде. Да ничего не наладится. Ты понимаешь, что я не люблю тебя, и я не буду вместе с тобой жить. Да, это мой грех, что я совершила такой поступок. Но я не позволю никому меня унижать и бить. Да, простите меня. Другим человеком я не люблю. Ты простил, я не прощу. Раз поднял руку на женщину, ты повторишь это снова. А я не собираюсь ждать следующего раза. Все заметили, что ты изменился. Не только я, Ваша честь, имею претензии к нему. Вот, пожалуйста, пригласите его, лучшего твоего друга. Какого еще друга? Прекрасно. Это Ваш свидетель? Это мой свидетель. Это Вячеслав Межурин. Он расскажет обо всех изменениях. Это Вячеслав Кириллович Межурин. Да, пожалуйста. Ваш дебря прошу пригласить, пожалуйста, свидетеля. Вячеслав Кириллович Межурин. Правильно. Скажите, пожалуйста, Вы являетесь другом ответчика. Да. Как Вы характеризуете взаимоотношения с Сестицей? Вашего друга с Сестицей? Как у них складывалась семейная жизнь? Моего друга с Сестицей, ну как складывалась семейная жизнь? Ну, в последнее время очень плачевно. Он его бил. Слав, ну ты меня... А потому что у него полетела, вот съехала крыша. А у тебя по факту, понимаешь? А Вы давно знаете ответчика? После того случая, как тебя избили. Ты же сам знаешь, за что-то я... Вячеслав Кириллович, скажите, Паш, Вы давно знаете ответчика? Ну да, я его сейчас со школьной сками знаю. Про характер могу сказать, что характер у него изменился еще до того, как его избили. Он стал заносчивый вследствие того, что он играет в футбол. Он звезда у нас. Ты завидуешь, что ли? У меня Слава, я не знаю. Я сейчас не про это говорю. Я сейчас говорю про то, что ты с ума сошел, понимаешь? Вы поближе к делу рассказываете. Он начал, он играет в футбол. Он стал такой, как бы, местной звездой. Его люди знают. Пророчили ему там уже и высший дивизион, все дела. На этой почве он зазвездился и начал себя вести по-хамски. В том числе вот с Мариной. Пожалуйста. И в парке тоже из-за этого он, в принципе, получил всякую дучку. Вот расскажите подробнее про эту драку. Кто виноват в этой драке? Кто первый начал? А он и виноват в этой драке. Слав, да ты что? То есть он начал драку первую. Расскажите нам про драку. Мы немножко выпили, были в парке, отдыхали. Беременность Марины отмечали как раз. Отмечали? Идем по парку и наткнулись на группу каких-то болельщиков, видать, какая-то команда конкурентов. Я как бы особо это... Ну я понял, что они его узнали тут же, потому что все-таки футболисты все. Они давай его обзывать, материть. А он, естественно, в ответ. Завязалось потасок, на него накинулись все. Ну я, естественно, вижу такой расклад. Я за охраной тут же побежал. То есть там другого выхода не было, и было сильно много, я ничего бы не сделал. Ты побежал, ты побежал. Да, я побежал за охраной. Меня хоть и избивали тогда, но я прекрасно помню, как он спокойно уходил в лес. Слушай, если тебя избивали, как ты можешь прекрасно помнить? Кириллович, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что у вашего друга не совсем все хорошо с головой. Да, у него все после этого. А почему же вы пошли с ним распивать спиртные напитки, знали, что его жена беременна? Вы поддержали бы как-то? Да, потому что чуть-чуть трусла, постелился передо мной всегда. Вот вы как-то помогали ему, навещали ему в больнице, помогали как-то иститься. Когда он лежал после, вот Марина, значит, Марина помогала, я тоже был все время рядом, помогал. Да он благодарен, ты должен был быть сладким. Он вместо того, что сильно быть благодарным, он сейчас вот на меня тут пытается что-то вообще непонятно, кричит там. Все два месяца он помогал мне, ездил и в больницу, и все. И вообще, вообще, ваша честь, я считаю, что хватит устраивать эти бессмысленные препирательства тут. И можно сказать честно и открыто, да, у нас со славой отношения. Что? И мы, да, и мы собираемся жениться. У тебя отношения с ним? У тебя тоже с ней отношения? Да, отношения. Это значит, и давно у вас отношения. Мы любим друг друга, ты забыл, что мы с ним любили друг друга? Свидетель, скажите, пожалуйста. Бывает, два человека вместе в то время, больше проводят время. Вспыхивает любовь, и тем более, да, ваша честь, это всегда так и было. Вячеслав Кириллович, скажите, пожалуйста, действительно вы встречаетесь сеститься? Да, мы встречались до того, как они поженились. До того, как они поженились. Позвольте мне назвать цену этим отношениям. Позвольте мне напомнить Марине, откуда я ее вытащил. Ну и попробуй. Ставь мне пригласить тетю Марины. Супермен. Свидетельницу. Галину Георгиевну. Какую тетю? Кого? Кого? К тетю, свидетельницу, которая воспитала тебя. И что свидетельница сейчас скажет? Веру Григорьевну Тверитину? Тверитину, да. Веру Григорьевну Тверитину. Она поможет нам разобраться в этой ситуации? Что? Она поможет разобраться в этой ситуации? Она расскажет нам об их настоящей любви, которая у них была. И о том, что из себя представляет. Слава для Марины. Вот. И что... Сейчас будет вранье. Судебный прессов, пригласите, пожалуйста, Тверитину Веру Григорьевну. Какая она тетя. Она всю жизнь мыли меня держала. Тетя. Мыли. Она воспитала тебя и человеком. Меня она воспитала. Позвались, да. Если бы не твоя тетя, я бы вообще не знала. Какое отношение мне тетя сейчас? Вот этим вот с другом. С любовью. Что с другом тебе? Друг меня прекрасный. Они не любят друг друга. Все хорошо. Ну хорошо. Вера Григорьевна, расскажите, пожалуйста. Тетя. Вера Григорьевна, скажите, пожалуйста, вы воспитывали Марину. Какова ваша позиция о разводе? Вот вы знаете, что Марина хочет расторгнуть брак с мужем. Что вы думаете об этом? Марина у меня была под опекой 7 лет. Ее это дочь моей сестры, которую лишили родительских прав. И, вашу честь, я вас очень прошу, не разводите их. Потому что Рома, он ее поднял со дна. И если вы их сейчас разведете, просто-напросто, Марина, она просто пропадет. А что значит поднял со дна? Да помолчите. Вера, пожалуйста, вы же воспитывали юстицию. Что значит поднял со дна? Ну потому что она была очень трудным ребенком. Даже трудный ребенок, это мягко сказано. Я не знаю, откуда у меня силы взяли, чтобы не сдать ее в детский дом. А ты вообще наркоман, я говорю, помолчи. Вера Григорода, скажите, пожалуйста, как вы воспитывали 7 лет Марину? Она у меня была под опекой. Я ей давала все, тепло, ласку, заботу. Но она была настолько трудным ребенком, она стояла на учете в милиции, она воровать начала. 14 лет она начала тягаться с мужиками. Она сделала два аборта, это только я, которая знаю. Марина, успокойся, я тебе еще раз говорю. Ты посмотри, Ром, я не хотела тебе этого говорить. Я не хотела. Мы просто у вас такие отношения. И она была очень... Она все время тягалась вот со Славиком. Он ее кумиром был, потому что у Славика были деньги, так как папа у него работал в мэрии. Но он, несмотря на все это, Рома добивался Марину. Он все ей прощал, он хотел, чтобы она была его женой. Марина на него плевала абсолютно. Она вот, Славик у нее был перед глазами и все. Но в конце концов, Славикова папу посадили за взятки, а Славочка направился благополучно в наркологию. И по делам. Ну, если Марина не любит... И в этот момент, когда Славика положили в наркологию... Слав, помолчи, пожалуйста. Мы-то лучше про тебя знаем. И когда Славика положили в наркологию... То есть я правильно понимаю, что Марина Николаевна никогда не любила Роман? Ну, вначале она за Славиком бегала. А потом, когда Рома уже приехал в этот момент, когда Слава попал в наркологию, он приехал и сказал, Марин, у него дела пошли ввысь, у него все хорошо стало. Он приезжает на белом лимузине и говорит, Марин, я забуду все твое прошлое. Изменись, пожалуйста, и выходи за меня замуж. Только результат прямо сейчас вот мне дай ответ. Марина согласилась. Потому что влюбилась. Она его действительно полюбила. И сейчас любишь. Она его полюбила. Теперь разлюбила. А изменилась ли Марина после брака с отречком? Марина очень изменилась. Вы не представляете, эта жизнь у них стала сказкой. И даже на свадьбе, когда к Роману подошел гость, подвыпивший так изрядно, и сказал, типа, зачем ты женишься на Шалаве? Оно тебе нужно? Он оскорбил мою супругу. Я имел право. Я защищал ее. Он правильно сделал, потому что это неправда. Он зачистил. Ну да, он как бы был за Марину полностью. Потому что он ее с детства любит. Полностью. И у них семья стала вот сказкой. Действительно, к ним приходишь в гости. Вот рай. Уголок, все у них было. Марина стала идеальной хозяйкой. У нее все. Ну и в один прекрасный момент, конечно, появился опять Славик. Ну что это значит, появился опять Славик? Ну потому что ты вышел из больницы, Славочка. И ты начал добиваться заново Марину. И что? Тебе просто стало обидно. Вера Григорьевна, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вы считаете, что Марина попала под влияние своего бывшего возлюбленного Вячеслава? И поэтому хочет расторгнуть в вашу честь. Да, она полностью попала под его влияние. Он так много рассказывает красиво, а вот про кое-что умалчиво. Слава, подожди, Слава, подожди. Правильно я говорю? И он сейчас просто хочет, чтобы они разошлись, поделили все свое имущество. И он просто хочет с ней прогулять эти денежки. И вернуться назад в свои решения. Он бросит Марину. Он бросит, она ему не нужна. Ему нужны деньги ее. В общем-то, понятно мне все уже. Наш брак, в общем-то, не сохранить, ваша честь. Но я все равно считаю, что Марина, ту долю, на которую претендует, она ее не заслуживает. И получите ее не должна. Да конечно, Марина. Нет, 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 заслуживает. Потому что все это заработал я, я сам. Да ты что? А кто деньги тебе вкладывал в твой бизнес, а? И ничем не занималась. А почему ты держал на обзале? Продолжайте, ответчик. Вот, Марина сидела дома и ничем не занималась. Вот, а я работал. У меня даже есть налоговая декларация за последние пять лет. В общей сумме на 14 миллионов. Еще я квартиру старую продал. Ничего это не значит. Вот, на которую купил новую и дачу, где мы с Мариной жили. Вот, а фирму «Антарес» я открыл вообще на свои личные деньги, которые у меня были от продажи квартиры бабушки. И у меня есть свидетель, который это подтвердит. У нас есть еще один соучредитель нашей сирмы. Я хотел бы его пригласить. Вот, это моего друга и знакомого Олега. В отличие от тебя, Слав, настоящего друга. Да ты что? Это Яськов Олег Викторович? Да, это Яськов Олег Викторович. Судебный пристав, пригласите, пожалуйста, Яськова Олега Викторовича. Почему ты меня не работала? Ты меня не пускала работать. Я тебя дома-то не видел. Ты что, забыл? Ты все меня просил организовывать тебе. Ты-то когда я в больницу попал-то заботилась обо мной. Тетушка, 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 сюда вообще не лезет. Нет, Марина, тетя Бега. Тишина в зале. Яськов Олег Викторович. Расскажите, что вам известно по делу о расторжении брака, раздела имущества? Ну, во-первых, Ваша честь, я хочу сказать, что Марина не имеет никакого права на доли Романа. Опять, еще один. Все сговорились. Почему сговорились? Почему не имеет? А поясните, почему не уявляет? Ваша честь, просто проявляет. Так тишина. Ваша честь. Роман вложил в наше предприятие душ. Он позвонил мне 4 года назад. В какое предприятие? Мы организовали швейную фабрику и маленький магазин по реализации. Вместе с Романом Яковлевичем. Да. Ну и также, естественно, Славик вложил свою долю. Просто поймите. Правильно. Когда позвонил мне 4 года назад и предложил такой вариант, он попросил у меня денег взаймы, чтобы открыть, раскрутиться. Ну, я, естественно, как другу я не могу дать взаймы. Я ему предложил следующий вариант. У него была квартира бабушкина по наследству перешла. Я предложил ее купить по завышенной стоимости в 5 миллионов рублей. Плюс я предложил стать самым соучредителем этой фирмы. Ну, естественно, Рома сказал, Славик доложит еще денег. Поэтому мы и открыли эту фирму, но Марина никаким богом там. А скажите, пожалуйста, как распределяются доли учредителей вашей компании? Собственно, наши паи распределяются по нашим капиталовложениям. У меня 20%, у Славика 30% и контроль 50% у Ромы. Поэтому, ну... Управляю компанией пока я. Естественно. Просто поймите, я даже больше готов сказать, что Славик причастен к тому инциденту, который с Ромкой случился. Какому? К этой драке в парке? Да, драки в парке. Что ты врешь там стоишь? Ваша честь, я лично общался с участниками драки. Они все сказали, что им заплатили. И что они не хотят признаваться только из-за того, чтобы не усугублять. Он заплатил за то, чтобы меня избрали. Да? Да? Я только сейчас узнаю об этом. Ты, сволочь, ты заплатил за то, чтобы меня сделали инвалидом. О, еще один. Он не должен заплатить. Он их всех подушкал. Тут все дело, поймите, в деньгах. Банально в деньгах. Тебе денег? Вот человек разводит девушку, жену, друга. Мне все равно, что ты говоришь. Марина Николаевна, скажите, пожалуйста, свидетель нам сообщил, что вас понуждают фактически расторнуть брак с вашим мужем, ваш бывший молодой человек. Я ерунду, он говорит. Я не хочу жить с этим. Он изменился. Вы понимаете, он сошел с ума. Я не буду с ним вместе быть. И не хочу. А по поводу наследства не надо. Я узнавала все у адвоката, что при разводе мне полагается половина доли фирмы мужа. Вернее, половина его 50% акций, которые он имеет. Причем я могу взять это не в денежном эквиваленте, а именно в процентиле. И получить свои проценты и владеть ими. И никто меня не заставит отказаться от раздела. Ваша честь, у них тогда будет реально 55%? Если они тут собираются еще и жениться. Марина Николаевна, а что, про какую свадьбу говорит нам свидетель? Потому что Слава любит меня. Да, Слава? И, конечно же, мы с ним поженимся. Да, люблю. Как он мне и обещал. Да, потом, потом. Ну что, потом, скажи. Поженился. Он поженился на тебе один раз. Марин, ты что, дура? Почему дура? Ты не видишь, что это фикция? Это фикция. Я люблю его. Его не слушали. Ты Ромку любишь. Ты хоть знаешь, что он фиксально развелся свои? Якобы был в жизни. Что, Марин, тебя разводы. Живут, они вместе у родителей. У тебя свои-то. Они квартиру купили, ремонт делал мебела. Я их в мебельном встретил. Что они любят? Покупали новую мебель. В социальных сетях, вон, фотографии с юга висят. Я тебе говорила, для чего ты ему нужна. Вот. Ой, дурешка, Марин. Ты что, думаешь, от тебя, что ли? Ну, кидает он тебя, Марин. Это что, правда про жену? Ты же мне говорил, что ты не живешь с ней. Что вы подали документы на развод. Марина Николаевна, послушайте меня. Вот они говорят о том, что человек, которому вы доверились, вас не любит. Просто вас обманул. А ответчик, ваш муж, хочет с вами примириться. Сохранить семью, несмотря ни на что. Рома, да плюнь-то на нее. Я не знаю, ваша честь, что будет делать. Я не верю никому. Мы же взрослая женщина, вам придется принять решение. Разводите нас, не хочу я жить. Не верю я в них. Козлы они все. Один врет, другой бьет. Не буду я ни с кем жить из них. Разведите меня. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Оглашается решение. Слушание по делу о расторжении брака отложить. Назначить супругам срок для примирения 3 месяца. Я не буду я с ним мириться. Иск о разделе супружеского имущества удовлетворить частично. Признать за иститься и за ответчиком право собственности на 1-2 доли квартиры, на 1-2 доли жилого дома, на 1-2 доли земельного участка за каждым. Суд откладывает слушание дела о расторжении брака и предоставляет супругам срок для примирения на 3 месяца, потому что ответчик на расторжение брака не согласен. Если супруги не примирятся и иститься по-прежнему будет наставить на расторжении брака, то через 3 месяца брак будет расторгнут, согласно статье 22-й части 2-й семейного кодекса. Суд производит раздел супружеского имущества, не рассматривая по существу иск о расторжении брака, потому что раздел общего имущества супругов может быть произведен и в период брака, согласно статье 38-й части 1-й семейного кодекса. В данном случае суд не производит раздел доли ответчика в уставном капитале ООО, потому что данная доля, хотя и была внесена в период брака, но не из супружеских средств. Поэтому суд признает долю ответчика в уставном капитале его личным имуществом и отказывает в требовании о ее разделе, согласно статье 36-й семейного кодекса Российской Федерации. Судебное заседание закрыто.